На утро я по телевизору смотрю, стоят танки, но перед мостом на Кутузовском проспекте. Время уже давно вышло. Операция должна была начаться где-то с 6 до 7, по-моему, утра. А здесь уже 7, уже 8, уже 9, ничего так сказать нет. Я тоже начинаю интересоваться, в чем проблема. Говорят, не те снаряды привезли. Поехали за холостыми. Ну, в общем, когда привезли холостые, они выехали на мост, я понял, что кто-то изменил план. То есть не с той стороны, а с этой стороны. Более того, начали бить не по низу, а начали бить по верху. 17-й этаж. 17-й этаж вообще, он своеобразный этаж. Там секретные документы и там все финансовые документы. Поэтому вообще трудно понять, почему 17-й этаж выбран был, тем более холостыми. Выстрелов было много, не было ни пожаров, ничего. Но как только начали попадать в эти окна, так возник пожар. То ли была попытка уничтожить эти документы. С какой стороны, не могу понять. Поскольку следствия не было, в конце концов, то трудно вообще было понять многие вещи, которые там внутри творились. Но началась стрельба. Началась стрельба, стреляли снайперы, которые были расставлены везде. Но самое потрясающее, конечно, что оттуда исчезли все баркашовцы и все остальные. Хотя, надо сказать, наш план первоначальный, когда мы попросили уйти из здания всех, кто безоружный и кто не хочет, так сказать, сопротивляться, по-моему, 2000 человек оттуда вышли. Утром рано, еще где-то часа в 4-5, в общем, подняли они, ушли. А остались вот те, кто при погонах, те, кто при оружии, те, кто не согласны, организаторы, руководители. И многие депутаты остались. Ну, депутаты, я со многими потом разговаривал, у них, конечно, взыграла вот эта амбиция, делать честь и, так сказать, Конституцию защищать. Кто бы я ни был, но я, прежде всего, депутат, и я обязан защищать Конституцию. Вот это очень такой момент был важный. Хотя были ребята, с которыми мы дружили и дружим. Ну, вот такая их принципиальность и в последующем глубочайшая обида, раздражение, она и до сих пор остается. Мы в прошлом году праздновали 20-летие Съезда народных депутатов. Там были разные выступления, но вот эта желчь, она у многих осталась, сохранилась. И непримиримость, враждебность вообще такая. Хотя, честно говоря, я все время их спрашиваю, ну, хорошо, вот вы сейчас так выступаете, что вы хотите-то? Как обратно прийти? Что вы хотите? Или вперед идти? Или уничтожить кого-то? Ну, какая-то необъяснимая совершенно. Они и сами не очень понимают, чего и как. Но, пожалуй, больше всего понимает, наверное, Хасбулатова, потому что он сделал тогда огромный доклад, аналитический такой доклад, в котором своими глазами посмотрел, так сказать, на происходящее. И хотя он не признает ни единой своей ошибки, ни единой, вот свойство человека такое, конечно, не признавая своей ошибки, он не может сделать и объективного вывода, и объективного анализа вообще того, что происходит. Конечно, он был не объективным, без всякого сомнения. Хотя там было очень много интересных, важных и, мне кажется, правильных положений. Вот. Ну, конечно, все нервничали. Конечно, все ждали развязки. Когда начали наступать сумерки, беспокойство начало увеличиваться. Потому что, ну, не закончить в этот день операцию, переложить на следующий день, неизвестно, как все пойдет. И там ребят тоже не дремали. Они звонили всем командующим. Они всех командующих не призывали их защитить. Они всех призывали защитить Конституцию. И, ну, слава Богу, что командующий ни один не поддался вообще на это. Но были, скажем, мелкие какие-то подразделения, которые хотели вообще, говоря, помогать. И завяжи здесь драчку. Неизвестно, где бы она и как закончилась вообще. Ну, и когда, в общем, их арестовали и повели по автобусам, вздохнули спокойно все. А наутро раздался звонок. Борис Николаевич позвонил, сказал, Сергей Александрович, 164 человека погибло в эти дни. Во все. Я говорю, Борис Николаевич, мне казалось больше. 164. И я говорю, можно опубликовать список? Он подумал. Я сказал, надо опубликовать, потому что в народе начнет говорить о другие цифры. Он говорит, опубликуйте. Я опубликовал. В «Московской правде», по-моему, мы опубликовали полный список. 164 человека. Что бы там ни говорили сегодня, это опубликовано во многих книгах. И эти фамилии есть. Хотя сегодня некоторые, и даже вот сейчас, КЧП когда было опять, говорили о том, что 3 тысячи там погибло, кто-то говорил, 5 тысяч погибло. Но на самом деле я встречал единственного человека, жену одного милиционера, который пострадал в те дни. А так вообще, и его как бы не записали в пострадавший. Такой конфликт небольшой был. И то вот, это было много лет спустя после этого. А так не было вообще, говорили, официальных заявлений о том, что там пропал мой муж, пропал мой брат, пропал сын и так далее, чтобы можно было вести какое-то расследование. 164 вроде так зафиксированная была и цифра. Да, конечно, я очень сожалею, что не было расследования ни как КЧП, ни расследования по 93-му году. Конечно, надо было провести. По крайней мере, была бы ясность, и не было бы этих споров. Сегодня мы это оставили уже не юристам, а это оставили все историкам, которые будут скрупулезно собирать документы и восстанавливать вообще, что и как произошло. Ну, я, конечно, внутренний противник против всякой силы, потому что сила никогда не решает справедливо тот или иной вопрос. Но я, конечно, за то, что сделал Борис Николаевич, распустив парламент и назначил новые выборы. Мы должны, в общем-то, оставлять такие не лазейки, а специальные решения в Конституции, в законодательстве, которые дают возможность людям выразить свое отношение к власти, к тому, что проводится без применения силы, без тупиковых ситуаций. Потому что когда мы все загоняем в тупик, то люди, которые имеют властные полномочия, конечно, в конечном итоге начинают прибегать к силе. И хотя это легитимно разрешается для того, чтобы поддерживать порядок в стране, но лучше к этому не прибегать, потому что это всегда создает огромные проблемы на несколько лет в последующем. То, что произошло и сегодня. Мы все время живем и с болью констатируем изменения в мнении людей и о ГКЧП, и о 1993-м годе. И это очень сильно вредит нашему продвижению в том направлении, которое было выбрано вообще в 90-е годы. Ну, а в последующем, вообще мне, вот то, что Борис Николаевич сделал до 96-го года, мне кажется, это огромный прогресс, вообще говоря, в продвижении страны и в постановке ее на те рельсы, на которые он хотел поставить страну, на рельсы и демократии, на рельсы и экономической реформы. В значительной степени, в очень сильной степени мы ослабили международную напряженность, совершенно иначе стали к нашим людям относиться за рубежом. Мы открыли дорогу, в общем-то, людям, кто куда хочет поехать, без каких-либо, так сказать, проблем и ограничений. Это потом по ограничениям начали накладывать. Вот, насколько мог, по своему характеру, все-таки, он отпустил на свободное плавание средства массовой информации, он ведь был непростой человек, он ведь тоже очень ранимый, как любой человек. И я видел его состояние, когда он очень сильно раздражался, иногда и на меня ругался, там, из-за каких-то следствий массовой информации. Но это было у нас, в нашем кругу. Но внешне этих проявлений не было. Внешне он все-таки, скрипя зубами, как бы ни писали плохо о нем, он все-таки давал возможность свободно выражаться вследствие массовой информации. Единственное, что мы, конечно, все опасались, что будет после. Потому что любые реформы, вообще говоря, делаются, если мы хотим нормально их доводить до ума, они делаются при единой власти. У нас не было такой возможности. Ну, скажем, взять власть там на 10-15 лет, для того, чтобы осуществить реформирование экономики. Мы пошли одновременно и на политические преобразования. А если мы пошли на политические преобразования, то есть сроки определенные, в которых ты должен либо покинуть, либо подтвердить свои полномочия.